Суд не стал арестовывать трёх сестёр, которых подозревает в убийстве собственного отца-тирана. На теле жертвы эксперты насчитали 36 ножевых ранений. По одной из версий, мужчина постоянно издевался над девушками, а в день смерти напал на дочерей с ножом и даже ранил одну из них. Однако девушки якобы сумели отбиться от деспота. Какое решение в итоге принял суд? Репортаж Ивана Литомина. Ангелина Хачатурян под прицелом десятков телекамер опускает взгляд и практически не смотрит на журналистов. Скромную девушку обвиняют в убийстве собственного отца. Судебное заседание по избранию меры пресечения началось уже ближе к вечеру. Трёх некогда неразлучных сестёр доставили в Останкинский суд по отдельности, чтобы они не смогли договориться о том, какие показания давать следователям. Было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранениями. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. В расправе над родителем, как говорят следователи, три сестры погодки, Ангелина, Мария и Кристина сознались практически сразу. Всё произошло за дверьми одной из квартир многоэтажки на Алтуфьевском шоссе. На крайний шаг сёстры Хачатурян решились неспроста. Отец якобы постоянно истязал девушек. Об отношениях в их семье знал практически весь двор. Вот мой подъезд, я здесь работаю консьержем. И когда он кричит в своей квартире, я слышу даже там у себя. А ещё в распоряжении нашей редакции оказалась аудиозапись голосовых сообщений, которые Михаил Хачатурян посылал одной из своих дочерей. Горячий папа осыпает девушку ругательствами и, судя по всему, находится не совсем в адекватном состоянии. А я проститутка маленькая, 14, кто ты хоть запись хочешь? Да я могу всё видео показать, что ты делал. О том, что Михаил Хачатурян якобы употреблял наркотики и сам их продавал, нам также рассказали соседи. Его не раз видели во дворе в странном состоянии. Периодически он открыто размахивал оружием. Соседи утверждают, что постоянно звонили в дежурную часть УВД. Но в самом отделении об этом ничего не знают или не хотят знать. Участковый Калашников даже не стал слушать наши вопросы. Я против того, что проводили видеосъёмку. Вы находитесь при исполнении своих должных обязанностей. И вы не можете быть против, чтобы мы проводили видеосъёмку. Я положил, знаете, без службы УВД. Скажите, пожалуйста, заявление в отношении Михаила Хачатуряна. Никаких комментариев проводить не буду. Без службы УВД, пожалуйста. К слову, знали Хачатуряна и в местной ГИБДД. Туда соседи якобы также не раз писали заявление. Довольно дерзко, а порой даже хамовато, Михаил Хачатурян вёл себя и во дворе. По словам соседей, вот эти бетонные клумбы установлены перед подъездом исключительно потому, что Хачатурян парковал свой Лексус прямо на тротуаре. Несмотря на то, что раньше здесь были установлены вот такие металлические столбики. Люксовый внедорожник Хачатуряна нам удалось найти в соседнем дворе. На стоянке для клиентов автосервиса стоит, предположительно, тот самый Лексус Михаила Хачатуряна. Именно в нём, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов и нашли. Наркотики, оружие и ещё много чего интересного. Изъяли, судя по всему, не всё. За тонированным стеклом багажника, например, очень хорошо видно биту. Сейчас Лексус опечатан. Есть ещё одна немаловажная деталь. Номера внедорожника красивые три семёрки отлично дополняют буквы ОУР. Аббревиатура вполне может расшифровываться как отдел уголовного розыска. По словам работников автосервиса, Хачатурян очень любил свою машину и раз в месяц заезжал сюда на диагностику и ремонт. Как человек он был, как сказать, вспыльчивый, конечно. Сложный такой товарищ. Пока троих сестёр Кристину, Марию и Ангелину следователи подозревают в убийстве. Спланированном и жестоком. Сотрудники СКР уверены, речь идёт о настоящей расправе собственного отца. Девушки убили, когда он спал. Но в подобных историях речь всё чаще заходит о превышении мер необходимой самообороны. Ведь, по сути, до убийства девушек довело систематическое, неадекватное поведение отца. О тонкой грани между двумя разными статьями Уголовного кодекса не раз говорили наши коллеги из программы расследования Эдуарда Петрова. Одна из ярких историй из Барнаула, как под копирку. Муж-тиран, избивающий жену и собственного сына. Во время очередного домашнего конфликта женщина не выдержала. Вы посмотрите на него, он весит 160 килограмм. Он бывший сотрудник полиции, служил в ЭДВ. Очень агрессивный. И мой ребёнок, который 20 килограмм и 9 лет. Он бы просто убил его тогда. Оксана Ткаченко в итоге была признана виновной в покушении на убийство. Суд не нашёл в действиях женщины никакой самообороны. И таких, как Оксана, сотни по всей стране уже отбывают наказание. Доказать, что действия нападавшего действительно угрожали жизни и здоровью, в суде становится очень сложно. О том, что жестокий отец, что называется, не давал жизни своим чадам, девушки рассказывали друзьям и родственникам. Те не раз видели на теле девушек синяки и ссадины. А старшая сестра в отделении полиции по некоторым данным сообщила ещё и об изнасиловании. Судьба девушек теперь решится в ближайшие 72 часа. Именно настолько Останкинский суд продлил их задержание. Иван Литомин, Борис Бовшик, Михаил Викулин и Всеволод Лугин. Вести. Дежурная часть.